Омск будет претендовать на проведение в нашем городе этапа Кубка Мира по трековым велогонкам. Об этом сегодня вести Омск сообщил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Александр Фабрициос. Он посетил Омский велотрек и поделился планами по дальнейшему развитию комплекса. Современный велотрек может принимать соревнования любого уровня и если заявку региона одобрят, международные старты пройдут у нас в 2016 году в год 300-летия Омска. Этот спортивный год у омских велосипедистов будет также насыщенным. Чемпионат области, федерального округа, Кубок России, международные соревнования, большой приз Омска. Новый велотрек простаивать не будет. Сейчас на базе комплекса сборы проводит команда гонщиков Тюменской области, а также сборная России по BMX спорту. На сегодняшний день расписаны практически каждый месяц тренировочные процессы. Сейчас у нас здесь сборная России по BMX спорту. Это и юноши, и девушки. Те, кто готовятся, первый этап у них на велотреке, затем они поедут в Саранск на трассе BMX, затем уезжают уже на Кубок мира. Поэтому первую подготовку мы предоставляем. Наш трек, единственный трек, который сегодня позволяет тренироваться во всех объемах. Параллельно ведется закупка дополнительного оборудования для велотрека. В ближайшее время установят увлажнитель воздуха. Он необходим для сохранения деревянного покрытия. Главный вопрос, который стоит на повестке дня, заявка омского региона на проведение главных мировых стартов по трековым гонкам – этапа Кубка мира. Самый известный омский велосипедист Валентин Савицкий уверен, у Омска отличные шансы и с радостью предвкушает выступления на домашней арене. Но главное, говорит спортсмен, новый велотрек позволит омичам растить своих квалифицированных велосипедистов мирового уровня. Трек появился, это стимул для того, чтобы гонщикам появляться. В тот момент, как только они появятся, и у меня будет ряд достойных спарринг-партнеров, без этого никак в спорте высшие достижения. Ну, в принципе, и в спорте начального уровня тоже никак без этого. Тогда можно будет тренироваться здесь на постоянной основе. Еще одна возможность омского комплекса – проводить соревнования по паралимпийским видам спорта. Вся инфраструктура велотрека полностью соответствует стандартам и подготовлена для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.